всем доброго дня сегодняшняя тема модификация гибридом раньше я вам его немножко показывал сейчас дам полную разборку и как что и чего значит разница между прошлыми которые еще прошлом году показывал как делать и что вот такой гибрид примеру это вот я когда-то делал потом забрал тем кому давал и вот дал такой и заметно разница между таким и таким сейчас вот я по крайней мере это вот у меня самые последние модификации именно такие только и делаю такие уже конечно не делаю чем отличается вот с предыдущих версий он более узкий хотя я уже показывала такой вам там на 15 миллиметров где-то разница и она довольно решающие так вот из чего я собирал и как значит вот такой бокс берется монтажный делаю отверстие соответствующие и делаю такой клювик я разные варианты пытался делать но вот это по крайней мере достаточно крепко и надежно из чего я делаю этот клювик но наверно строители должны знать это вот дюбель такой прижимной назначены для теплоизоляции когда вот теплоизоляцию на стенах делаю то вот его и забивают из этого я использую вот этом то есть вот здесь обрезаю здесь все лишнее обрезаю и получается такая заготовка она хороша тем что пластик очень крепкий очень крепкие очень хороший достаточно надежный а как вот я это использую как ручку то как ручка это очень тоже хорошо чтобы вот не такого лапы цапать а вот вот так использовать и и как вариант именно для этого бокса я делаю вот так а уже для посоха делаю вот такую ромашку или крестиком это вот снял снял с готового посоха просто показать и она настолько надежно термоклеем закрепляется что быстрее все сломается нежели его оторвешь вот внимательно если посмотреть вот у нас тут все залито термоклеем и настолько она хорошо держит что вы тут не выломать тут идут провода на тор вот я так закрепляю тор здесь беру прокладочку ну понятно что за прокладка где-то 5-10 миллиметров вот такая сюда укладываю специально вот сильно не обрезаю хомуты все это на термоклей и она достаточно надежно держится ну и тем более что еще потом накрывается и закрывается крышкой опять же крышка закручивается полиэтиленовыми винтами где-то у меня тут выпало значит как сама конструкция вообще делается тут я применил медные проводники фольгу вот я заказывал как-то на алиэкспрессе стоит 10 метров 7 долларов немножко дороговато но пользоваться конечно удобнее чем алюминиевой фольгой но эта фольга 50 метров стоит пару баксов это конечно разница есть вот тут значит я применил вот такие проводники значит как видите здесь внизу и вверху проводник как это делается то есть я брал делал вот такие разрезы получается из такой вот ленты она 50 миллиметров получается вот так если резать вот в одну сторону толще тоньше вот эти вот лепестки ну получается их 4 штуки то есть на эту же длину на два таких на два таких гибридом и значит делается так снизу я веду тонкая и вот она с утолщением выходит вот сюда верхнюю переворачиваю наоборот и уже здесь толстая а тоньше, 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 тоньше ну переменного сечения в результате зазор примерно одинаковый по периметру между ними но ширина ленточек различная это дает определенный эффект довольно интересный причем даже несколько естественно как обычно все припаивается один конец, второй конец два свободных не забываем что это трифеляр и вот я опять со старого вытащил будем так говорить с прошлого который в прошлом году еще делал вот с этого и тут у меня заплетено плохо еще значит как я уже не раз говорил должно быть пять витков на один сантиметр имейте ввиду то есть вот вот так вот у вас должно быть закручено все вот так вот как сейчас здесь а не вот так вот есть разница надеюсь видно так что буду по новой этот тор делать вот прокладочка тор сверху еще одна прокладочка закрываем закручиваем и все работает значит индикатор я делаю обязательно опять же два светодиода как обычно ну тут я изгалялся специально вот припаял фольгу кусочки фольги остатки были чисто для экспериментов чтобы посмотреть на сколько у меня тут емкость будет давать чтобы они светились фактически тут еле-еле касание и то через изоляцию если присмотреться все вот такая конструкцию да еще что он вот как именно вот этот вариант сюда вставляется потому что здесь угол и я делаю здесь обязательно насечки чтобы когда вот термоклей сюда наношу чтобы она закреплялась то есть вот так вот термоклей сюда загоняется сюда все это обволакивается и держится просто мертвым я говорю быстрее сломается чем сама коробка чем вот это выскочит конструкция получается достаточно надежной жесткой но конечно если бы у меня была возможность я бы это сделал все-таки или овальные или круглые и тут по изгалялся бы с самой лентой то есть у кого например есть 3d принтеры то делайте что-нибудь подобное но ленточка желательно чтобы она была вот не только вот так вот по периметру проложена но еще имела вот такое вот движение и может даже вот так вот так то есть переменные вот все направление сама лента должна быть не просто прямо идти а закручена перекручена вот так вот но не кольцеваться ни в коем случае не замыкайте кольца и конечно здесь надо обрезать прямые углы тоже не забываем да сразу скажу вот есть и такие варианты правда у меня сейчас такого нету вот темненькие такие широкие но они реже продаются вот прямо вот так вот она и продается я вам потом скину ссылку где то вообще берется то есть эти коробки можно покупать заказывать и вам привезут это московские из москвы распаячная коробка так и вот я показываю как оно работает тут у меня два генератора один обычный на 7056 и вот сделал усиленный автономный на аккумуляторе точнее там три последовательных аккумулятора на 12 вольт а тут вот поставил преобразователь с индикатором на 22 вольта сейчас настроен можно 24 20 специально это сделал для того чтобы еще использовать аккумуляторы ну как походное напряжение куда-нибудь так смотрим сперва в обычном генераторе вот мы индикаторы которые показывают наличие так сделаю темнее вот с обычным генератором ну я уже не раз тоже показывал немножко затенюсь вот таким образом то есть вот сверху идет петля и снизу идет петля но не закольцовано еще раз повторяю и вот индикаторы светятся именно только от того что вот небольшая емкость вот тут если берем неоночки такие индикаторы стандартные вот у меня гибрид тоже который показывает и статику вот это вот статическим показывают вот а вот это уже паразитные как я считаю так это генератор обычный а этот мы подключим усиленный тут конечно уже будет вообще все гореть тут уже загорается вот где-то на пару сантиметров почти уже и как пользоваться именно вот таким вот гибридом самая основная это вот здесь вот так как вот они один лепесток идет вот так второй лепесток вот идет вот так здесь самая концентрация но конечно его надо поворачивать всеми вот так вот боками и этим и этим и этим и вот так полезно и так полезно и вот когда вы вот его крутите в руках вот достаточно нормально его положить на тело там или куда надо и вот эта сторона она от тора где-то почти 20 миллиметров здесь меньше вот если так прикладываться меньше 10 миллиметров здесь почти 20 миллиметров вот как раз то что я вам рассказывал раньше что желательно все таки чтобы между тором или там той же плоской было расстояние до тела определенное какое-то хотя бы 2-3 сантиметра вот здесь вот она соблюдается об этом всем я вам потом еще расскажу наверное насчет этого генератора я сделал один генератор свой походный но правда пришлось срочно дать пару недель назад вот на таком пауэрбанке я вам когда-то рассказывал что вот собирался сделать я уже давно сделал вот это еще просто один экземпляр который она будет сделать вот прямо здесь три аккумулятора преобразователь на 12 вольт и сам генератор ну и коммуникация всякая вот и точно в таком банке я вам обязательно его покажу причем могу так по секрету большому сказать что я там применил генератор всего на трех деталях ну 7056 конечно но всего там генератор состоит из трех деталей я вам потом все расскажу опять же что еще могут заодно да совсем забыл про это вот показываю значит вот этот гибрид еще основное его отличие от вообще подобных излучателей что у него меняется частота то есть вот я вам показываю вот у него 290 и когда мы касаемся его вот частота падает до 280 даже смешает вот так делаем вот где-то на 10 килогерц падает а то можно и 15 вот и это не имеет значения вот один генератор вот мощный генератор и как видите все все нападает это достаточно я считаю хорошо потому что частота желательно должна меняться но обычным способом ее просто так не поменяешь а на входе если используют всякие приблуды для того чтобы на входе менять резонанс этого трифеляра то это не очень хорошо а тут именно частота меняется от внешнего входная часть генератора никак не меняется то есть резонанс меняется именно вот из-за этого именно этот резонанс и вот в этом случае амплитуда не падает мощности и вот таким образом вы меняете частоту вот частотной модуляции опять же можете к телу прикладывать вот так вот и она будет менять частоту и все остальное мало того что вы меняете фазность вы меняете направление вы меняете вот здесь вот идет то с одной стороны больше меньше совершенно разные потому что сечение здесь например тоньше здесь толще а здесь наоборот толще а здесь тоньше вот в результате везде и все поле здесь переменные абсолютно ну так называемое поле это я неправильно сказал напряженность создаваемая вот здесь статическими излучателями она абсолютно здесь совершенно разная и когда вы меняете вот так вот этот гибрид он дает максимально использующий эффект так из того что я тут вам выложил вот это я вам дам ссылки на все да насчет провода меня тут все время жалуются люди что вот типа провод дорогой мгтф где его брать где его доставать включаем свет вот я например заказывал пару месяцев ну третьим месяцем на одном из заводов я тоже кинул вам ссылку он стоит ну вот сколько 1200 метров вот таких вот вот две бобины 1200 метров я заплатил 80 чем-то долларов уже не помню с пересылкой намотанный на бобины ну тут их видно тоже страстили но это не столь важно отличный провод вот 007 и там можно и хоть 10 там от 10 метров по моему ну 50 100 метров можно заказать и это будет стоить ну шесть семь восемь долларов ну я не знаю ну неужели так много это дорого вот использую этот провод тоже обязательно кинул ссылку на это дело так из того что вот еще есть интересного для работы с этим всем делом значит вот я вам показывал уже использовал такой вот шуруповерт для намотки и всего остального ну и так вот но он удобен что маленький но очень медленный и не всегда его мощность востребована как надо то есть надо помощнее вот есть у меня помощнее но очень старые к тому же уже давно конечно аккумулятор у меня тут вот использую такие тоже но у него недостаток у него нету регулировки скорости и вот недавно я буквально где-то месяцев пару назад на алиэкспрессе нашел такой в чем почему я его показываю он не обошелся 18 долларов всего 18 долларов вот это вот я думал может быть будет какая-то подделка вообще не будет работать или что ну ну так рискнул думаю ну чего 18 долларов попробую нет литий-ионный на 16 вольт вот то есть там были на 8 вольт и 12 вольт а еще дешевле то есть где-то за 15 баксов можно было бы купить вот такой вот аппарат и у него есть хорошая подсветка ну это здесь может и не важно но вот что у него важно и вот мотать вот трифеляры но очень удобно им зажимаешь и пошел да напомню как в трифелярах мотать значит вот например берете там 14-15 метров ну в зависимости от того какую частоту вы хотите получить резонансную ну например 14 метров и вот когда вы мотаете имейте ввиду что вот плотность намотки максимально тогда вот когда вот вы на полную длину если мотаете вот 14 метров мотаете мотаете и у вас в конечном итоге он начинает весь этот провод как сжиматься и вот когда он почти у вас на метр сожмется то то есть уже будет не 14 а 13 13 и 2 вот тогда это у него будет уже полностью намотка но будьте осторожны пусть если его чуть-чуть отпустите он весь вот так вот барашками совьется вот поэтому его надо после того как он будет плотно скручен его надо будет обязательно вот когда будете наматывать на какую-то бобиночку обязательно аккуратно аккуратно ну сами поймете главное не допускать барашков сильных его тоже я скину вам на него отсылочку потому что но дешево и сердито и я не сверлю хорошо все вот и вот такими вот вещами все все отлично просто прекрасно и вот это главное работает все работает я просто удивлен как насколько это серьезно вот имейте ввиду так еще значит в ближайшем будущем я вам покажу новые статические индикаторы вот на основе такого но в раз пять и даже при большем желании в раз десять чувствительнее вот типа таких индикаторов у меня целая пачка сейчас да и в конце концов наконец покажу вам как то тоже вот эти вот меандроны Катушева сделанные команды Дондорфа которые вот эти вот два они участвовали вот в курятнике вот более старая модификация которую я вам тоже когда то показывал и у них сейчас есть еще на типа с ионизации это я вам тоже потом расскажу так что в ближайшее время у меня будет несколько выпусков по этому поводу так же как и по гибриду вот самое совершенное на сегодняшний день для меня по крайней мере то что можно сделать на коленке был бы 3d принтер я бы тут выворотил такое что было бы еще интереснее и эффективнее могу еще до подсказать что попробуйте кто может сделать форме яйца я вот себе подобрал кое-что из этого но это не совсем форма яйца ну по крайней мере торт туда и его типа не обязательно делать спирали опять же изнутри надо делать не снаружи а внутри там клеить не обязательно спирали это может быть типа вот как вот бутончик какой-то или что-то такое вот расходящееся вот факт то что это эти излучатели должны быть более тонкие сами проводники и в то же время занимать больший объем вот это вот главное вот что то такое попробую делать вот она сегодня пока все значит в скором времени опять будут выпуски пока у меня появилось настроение буду делать исчезнет опять настроение опять исчезну всем счастливым и здоровья пока 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 пока